Здравствуйте, в эфире новости на телеканале Челны ТВ, в студии Валерия Новожилова и коротко о главном. Не только водители ведут себя грубо, но и пассажиры. В Челнах разыгрался очередной скандал в общественном транспорте. Опасные вредители атакуют дом, жильцы одной из многоэтажек города ведут борьбу с крысами. Моргенштерн ответил челнинской полиции, что артист думает по поводу исков и как планирует действовать. Работа для вынужденных переселенцев. В Челнах организовали ярмарку вакансий для приезжих из Мариуполя. Клиент не всегда прав. Конфликты между пассажирами и водителями маршруток случаются регулярно. Но на этот раз источником хамства стала женщина, которая отказалась оплачивать проезд. Руководитель компании перевозок наказывает своих сотрудников за грубость. А вот бороться с недобросовестными пассажирами практически невозможно, жалуется Николай Тятюшкин. Подробнее далее. Вот цитата. Вот убираем. Вот черный список. Видите? Почему? У меня сейчас заплатили. Ну, вы вот спросите это в банке. Почему сейчас делаете? Заплатиться проезд. Нет, пока не в карте. А, значит, виноват водитель, да, получается, по вашему? Я не знаю. А кто знает? Карта пассажира оказалась заблокирована, а наличных средств у него нет. Почему-то мужчина решил, что в таком случае не обязан оплачивать проезд. Еще одна пассажирка ездит с социальной карты мужа и считает, что в этом нет ничего противозаконного. И такие конфликты случаются каждый день, говорят водители. Мы же тоже работать выходим. Не просто так сюда покататься. Некоторым просто, как бы скажут так, 27 рублей – это копейки. Они говорят, вот ты за 27 рублей. Ну, правильно, 27 рублей. У меня не 50 рублей проезд. 27 рублей. Будь так добро, платье, если уж это самое. Это не такие большие деньги. Один из последних инцидентов дошел до рукоприкладства. Пассажирка сломала водителю палец. На 27 маршруте села женщина с мужчиной, изрядно пьяные. Ну, в салоне находились дополнительно пассажиры другие. Они стали, значит, нецензурно бранью. Водитель сделал замечание. После чего водитель, значит, перед остановкой «Глобус» подошел и говорит, слушай, у нас денег нету, ты нас бесплатно провезешь. Говорит, ну, я вас провезу, если вы мне вечером купите для моей семьи хлеб. Вы же не купите. Тут, значит, подруга стала высказывать, ты такой, ты сякой. После чего он остановился и попросил мужчину выйти. Женщина сзади подойдя, водитель со спины стоял. Она пнула по руке и попала каблуком по пальцу. Водителю диагностировали перелом со смещением. Мужчине теперь предстоит операция. Будут ставить спицы, а пассажирка осталась безнаказанной. По словам генерального директора пассажирских перевозок, терпеть такое отношение к водителям уже нет сил. Необходимо предпринимать серьезные меры. Я сам буду лично ходатайствовать, писать письма депутатам горсовета, чтобы пересмотрели штрафные санкции. 300 рублей – это не штраф. Если вспомнить времена Советского Союза, когда проезд был 5 копеек, а штраф был 3 рубля. На 3 рубля те времена можно было неделю на обед сходить. Кто прав, кто виноват, помогут установить камеры видеонаблюдения. В автобусах большой вместимости уже запустили 8 приборов. Особое внимание уделят пассажирам, которые рисуют в салонах, рвут обивку или пачкают сидения. Нарушители будут привлекать к ответственности. Лилия Хабибянова, Ленар Султанов, Новости Челны ТВ. Если вы стали свидетелями какого-либо происшествия или у вас есть проблема, которую вы хотите поделиться, звоните нам по номеру 51-3131. Оставьте свое сообщение на автоответчику любое время суток. Также вы можете присылать свои фотографии и видео в WhatsApp по телефону 8 939 311 31 31. Наши корреспонденты обязательно просмотрят и прослушают ваши сообщения. И, может быть, именно по вашей истории снимут следующий репортаж. Ваши сообщения мы принимаем круглосуточно. Рэпер Алишер Моргенштерн обратился к полиции набережных Челнов. Поводом стал новый иск в суд. Правоохранители нашли пропаганду наркотиков в трех клипах исполнителя. Напомним, ранее полицейские Челнов уже пытались привлечь артиста к ответственности за татуировки с изображением якобы Конопли. Суд не стал возбуждать дело о пропаганде, но полиция обнаружила новые эпизоды. Какой ответ на это дала артист и почему полиция Челнов проявляет к нему особенный интерес, расскажет Лилия Гатина. Сначала речь шла о татуировках. По результатам экспертизы на теле артиста не обнаружили изображение наркотических средств. Теперь пропаганду усмотрели в трех клипах исполнителя. По словам адвоката Моргенштерна, в протоколе, который челнинская полиция направила в суд второй раз, те же обвинения и доказательства, что и в первый. Однако, кого же было наше удивление, когда тот же самый материал, за исключением даты на протоколе, был заново направлен в суд. И суд на этот раз уже принял этот материал к производству и даже назначил дату судебного разбирательства. Подчеркну, что это тот же самый материал, никаких новых доказательств или документов там не появилось. Тот же самый протокол, просто там стоит свежая дата, 31 марта. И на этот раз почему-то на тот же самый материал, тот же самый суд отреагировал иначе, посчитав, что материал соответствует требованиям действующего законодательства и принял его к производству. Как пояснил Сергей Жорин, пристальное внимание правоохранительных органов Моргенштерн привлек из-за активного челнинца, который решил написать заявление о пропаганде наркотиков в текстах, клипах и татуировках артиста. Защитник исполнителя намерен обжаловать действия челнинских полицейских. В свою очередь мы намерены обжаловать как постановление о возбуждении дела о государственном правонарушении, так и непосредственно доказывать невиновность нашего доверителя Алишера Моргенштерна в ходе судебного разбирательства. Мы убеждены, что если суд будет объективным, беспристрастным и все будет происходить в строгом соответствии с законом, то нам удастся доказать невиновность Моргенштерна. С ответом выступил и сам музыкант. Сейчас Моргенштерн находится за границей и записал видеообращение к челнинским полицейским. Артист посчитал, что сотрудники УВД города должны заниматься более серьезными проблемами. Исполнитель даже привел статистику преступлений за последние 10 лет. Уважаемая полиция набережных Челнов, вот это проблемы, которые реально стоит решить. Они есть, а клипа нет. В МВД республики комментировать ситуацию до решения суда нам отказались. Да, до заседания назначено на начало мая. Лилия Агатина, Новости Челны ТВ. Многоэтажку атакуют вредители. На нашу горячую линию обратились жильцы дома 6517. По словам челненцев, они нередко встречают тараканов и клопов, а недавно возле одного из подъездов обнаружили мертвую крысу. Горожане переживают за свое благополучие и здоровье, но управляющая компанией никак не помогает бороться с вредителями, утверждают челненцы. Арина Шамина встретила с жителями. Это видео снял один из жильцов дома 6517. Мертвая крыса лежит рядом с мусорным контейнером уже не первый день, сообщают челненцы. И этот грызун далеко не единственный. По словам горожан, крыс как на улице, так и в подъезде они видят нередко. Крысы не просто некомфортные соседи, они переносят серьезные заболевания, такие как чума, бешенство и летив. Поэтому крайне важно проводить обработку даже в профилактических целях. А если уж в доме обнаружены опасные грызуны, действовать нужно обязательно, но не самостоятельно. Необходимо обратиться в управляющую компанию. На жалобу жильцов 6517 уже отреагировала администрация города. Мы сообщили об инциденте в управлении городского хозяйства и жизнеобеспечения. В подобных случаях в местах общего пользования многоквартирного дома жителям необходимо подавать заявку на диротизацию в свою управляющую компанию. В свою очередь жильцы должны соблюдать чистоту, не бросать мусор возле подъезда и плотно закрывать мешки с отходами. Только совместными усилиями удастся избавиться от вредителей. Арина Шамина, Айдар Мусин, Новости Челны ТВ. К другим темам. В серьезной аварии погиб известный челненский тренер. ДТП произошло на 46-м километре трассы Альметьевск-Нурлад. Выехавшая на встречную полосу «Газель» столкнулась с Ладой Калиной, которую управлял Алмаз Загрудинов, тренер спортивной школы Олимпийского резерва «Витязь». 62-летний челненец погиб на месте. 17-летний пассажир с многочисленными травмами был доставлен в больницу. Молодой человек являлся одним из спортсменов, чьим наставником был Алмаз Загрудинов. В прошлом известный борец на поясах, мастер спорта России, судья международной категории, тренер высшей квалификации. Мы нередко сотрудничали с Алмазом Талиповичем, помним его как профессионального, доброго и позитивного человека. Выражаем наши искренние соболезнования родным и близким. А пострадавшему в ДТП спортсмену желаем скорейшего выздоровления. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца – все от производителя. С 11 по 16 апреля. ТЦ Грин, первый этаж. С 12 по 16 апреля приглашаем на выставки «СтройЭкспо Татарстан». Строительство, инженерные сети, ремонт, архитектура, дизайн. ВЦ Экспо Кама. Качественное лечение аденомы, простатита и эректильной дисфункции. Прием ведет уролок-андролог высшей категории. Кандидат медицинских наук Абдурахманов Абдусилим Курбанович. Клиника «Урамед». Звоните 49 22 10. Вы смотрите новости на канале Челны ТВ и мы продолжаем. Работа найдется для каждого. В санатории «Жемчужина» для вынужденных переселенцев организовали ярмарку вакансии. 15 работодателей предложили разные технические специальности. Какие именно, расскажет Руслан Бекмухаметов. Специальности, которые представили на ярмарке вакансии, вынужденные переселенцы выбрали сами. Организаторы предварительно побеседовали с людьми и выяснили, какие профессии они хотели бы освоить или чем занимались на родине. Прежде чем перейти к собеседованиям, переселенцам из Мариуполя рассказали о предприятиях набережных Челнов. Благодаря ярмарке соискатели получили шанс быстро и просто найти работу. Я еще не выбрала, у меня уже возраст такой, что у меня стаж непрерывный, железнодорожный. Больше такой специальности нет. Но сейчас что-то будут подбирать. А какие-то предпочтения у вас есть? Ну, особых нет, потому что у меня одна специальность была, железнодорожная. Больше по какой профессии я не работала. Это прекрасно, когда предлагают работать в том городе, который люди не знают. Мы бы приехали в чужой город, правильно? И когда люди рассказывают за эту профессию, что-то там делается, мы узнаем, как и город, и профессию. Понимаете, это легко. Это легко, как говорится, путеводительный. У меня высшее образование, инженер металлург, литейное производство. Занимался и производством, и работал и рабочим. Поэтому, ну, как бы, руками могу делать очень много. На первой ярмарке вакансий для вынужденных переселенцев представили в основном технические специальности. Как отметили работодатели, в условиях труда предлагаются комфортные, а плата достойная. Некоторые вакансии предполагают вахту, а где-то даже предоставляют жилье. Предлагается средняя заработная плата от 25 до 65 тысяч рублей. По следующим профессиям. Кладовщик, оператор ЭВМ, слесарь, наладчик, инженеры, разнорабочие, водители. Работодатели предлагают не только работу, но и жилье. Ярмарки вакансий для переселенцев будут проводиться и дальше, отметили организаторы. До тех пор, пока каждый не найдет работу по душе. Работодатели и специальности будут меняться, исходя из пожеланий людей. Руслан Бекмухаметов, Айдар Мусин, Новости Челны ТВ. Выгодная подписка с 4 по 14 апреля продолжается всероссийская декада на второе полугодие 2022 года. Татарстанцы смогут оформить подписку на республиканские районы и городские издания со значительной скидкой как для себя, так и для своих родителей, близких пенсионеров, либо социальных учреждений и принять участие в розыгрышах призов. Подробнее в следующем сюжете. В Татарстане выходит множество изданий на общественно-политические, культурные, художественные, литературные, юмористические темы, а также детские газеты и журналы. К примеру, Челнинские известия – это единственная информационно-аналитическая газета в городе, которая выходит на русском языке и выпускается уже более 90 лет. Я призываю людей, которые привыкли читать нашу газету, поспешить в почтовое отделение, потому что до 14-го числа идет декада льготной подписки, и газету можно оформить со значительной скидкой. Если обычная цена 710 рублей, то в период льготной декады цена около 620 рублей. То есть значительная скидка, и в любом почтовом отделении можно оформить подписку на нашу газету. Также челнинцам предлагают множество изданий на татарском языке. К примеру, Шахри Щелла. Наш коллектив очень нацелен на такой результат. Мы хотим сделать, уже сделали, контент у нас очень богатый. Газету мы сделали содержательной. И там все, что люди хотят, вот почитать, и советы, и всякие полезные рубрики, они у нас имеются. Подписаться на любимые издания можно как традиционно через почтовое отделение, так и через онлайн-подписку, а также в любых киосках города. Лилия Агатина, Ленар Султанов, Новости Челны ТВ. Это все новости на сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды сразу после новости на татарском языке. Я с вами прощаюсь. Не переключайтесь. Продолжение следует...